Грех Мшелоимства Грех Мшелоимства было не совсем не ушло, как и не оскудел смысл и важность этого смысла для нас притчи Господней о безрассудном богаче, у которого Нива уродилась особенно плодотворно, и он, получив нежданно огромный урожай, почувствовал себя счастливым человеком. Но для того, чтобы это счастье законсервировать, для того, чтобы его сохранить, он принял решение, связанное с благоустройством его житниц, менее вместительных, в более вместительные. И не так-то это было бы и плохо, если бы не последующий вывод, который точно ложный. Положу весь прибыток свой, урожай свой огромный в новых просторных житницах. И мне-то они ведь не нужны, такие обильные плоды, столько зерна мне ни съесть, ни каким образом не усвоить. Но в житницах больших, мне принадлежащих, будет лежать этот урожай. И продавая из него понемногу, я буду совершенно спокойным человеком. И его диалог, предполагаемый со своей душой, вызывает ужас и требует от Господа наставления всем нам, причем со словами очень нелицеприятными. Какой же диалог удачливый земледелец намеревался вести со своей душой? Скажу душе моей, душа, ешь, пей, веселись, много богатства лежит у тебя на многие годы. И тогда, в ответ на этот предполагаемый диалог, Господь обращается уже впрямую к тому, кто еще не построил житниц. И не сказал себе душе, своей душе, так, как хотел. Безумец! В эту же ночь душу твою истяжет от тебя. Может быть, в ту ночь, когда ты спокойно положишь и закроешь большим амбарным замком на ключ свои сокровища. В эту же ночь душу твою истяжет у тебя. И все, что ты собрал, кому достанется? В наши времена внезапных, нежданных смертей многих близких наших, это крайне актуально. То, о чем говорит Господь, то, что относится к греху мшалаимства. Это накапливание всякого богатства, неиспользуемого на благо ближних, неупотребляемого ни для своих нужд, ни для облегчения жизни окружающих людей. Закон русского предпринимательства, революционного, благочестивого, состоял в том, чтобы, развернув максимально полезную и прибыльную деятельность, вернуть в общество то, что от него взято. Великими созидательными служениями, строительствами, открытиями полезных и нужных, необходимых для людей учреждений, вернуть обществу то, что собрано от него в качестве оплаты за те услуги, за те товары, которые сумел организовать богом одаренной способностью предпринимательства. Несчастное состояние, ухвативших куш, хоть земледелец, видимо, трудился для того, чтобы оказаться так вознагражденным за свой труд по отчаянию, а еще страшнее тех, кто нечестным способом или каким-то легкомысленным, продажным вдруг становится хозяином большого состояния, не взойдя на это владение последовательным, терпеливым, мудрым трудом. Тогда его состояние действительно жалко. Он находится в страхе и трепете, он, зная, что на богатство всегда находятся охотники, подозревает нечестность во всех ближних своих, он, ища спрятать подальше бесценные для него сокровища, оказывается там, где и они, подобно скупому рыцарю, блаженствуют только в подвалах своего сознания, там, где его мнимая власть над миром, даемая богатством, особенно им ощущается, как молодой повеса ждет свидание с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой, обманутой, так я минуты жду, когда спущусь в свои подвалы, открою сундуки, говорит этот несчастный, очевидно, страстью мшалаимства, задушенный старец, и мы видим, в каких муках расстается душа его с телом, когда и собственному сыну он жадничает уделить что-либо из своих богатств, настолько душа его срослась с богатством земным, со златом, над которым и Кощей чахнет, потому, может, он такой чахлик, что, привязанный к золоту, теряет все жизненные силы. Мудрость же и христианское чувство подвигает людей, способных к организации больших и полезных дел, привлекающих немалые средства и создающие и целые горы капиталов, вкладывать их в нужные для Отечества и для ближних дела, это как раз и есть победа над мшалаимством. У благоразумного человека, состоятельного, нет этих закромов, над которыми он чахнет, и которые обессиливают его и духовно, и телесно, как ни странно иногда, но постоянная его творческая сила двигает к новому и новому созиданию, к новым и новым благим делам, к развитию науки, культуры, производства, к служению церковному благолепию и просвещению. И это касается не только великих, но и малых, поскольку расположенный к более отдавать, чем принимать, к чему побуждает нас апостол Павел, всякий и немного имеющий, может быть, не всегда это деньги, а еще какое-то телесное здоровье, свои таланты, тот по преимуществу ищет быть востребованным, ищет преобратить в служение все то, чем от Бога вознагражден. И такой не будет застигнут врасплох, даже если оставит недоделанными какие-то земные дела, они будут наростками для трудов будущих, идущих вслед за ним, разумных созидателей. А вот привязанные к бесполезно хранимому у себя богатству, конечно же, не наследуют небесного царствия, ибо где сердце ваше, где ваше пристрастие, там и вы будете. А ничто земное не войдет в небесное царствие, земля и вся дела на ней сгорят. Так что благословен и премудр тот, кто в Бога богатеет, делает выводы для нас Господь, а не чахнет над своими сокровищами, надежно хранимыми. Субтитры создавал DimaTorzok